всем большой привет сегодня мы будем рисовать букет пионов и других цветов пионы будут закрытые то есть такие красивые шары у меня склейка стараюсь подробнее показать в телеграме уже показывала вот эту вот бумагу акварельную разделила на две части кстати добавляйтесь телеграм-канал ссылка будет закреплена в комментариях там у нас активная такая аудитория можно прислать свои рисунки делиться какими-то книгами стихами идеями в общем абсолютная свобода значит справа я буду рисовать букет акварельным карандашом я замечаю бутоны раз бутон вообще букетах как бы не считают количество цветов обычно я рисовала тирпана писала вернее маслом тут некоторые начали писать что почему там четное количество ну как бы во первых это рисунок до считать еще количество цветов ну тоже такой занятий не знаю насколько это вообще правильно я только вот композиционно можно покрупнее это вот этот вот бутон сделать наметила акварельным карандашиком он размывается поэтому и не страшно намечать вот здесь вот здесь это уже листочки зеленые да на пионах будут закрыты ну и собственно там букета разных цветов я его буду дополнять всякими графическими штуками интересными листочками ну вот пока такая заготовка значит там начну самого крупного кстати кисть плохо вымыла наношу сюда водичку то есть по мокрому пятно кисть кстати можно было побольше взять что мне большое достаточно пятно вот сейчас еще схожу наверное за салфеткой потому что салфетку тоже нельзя и красивые розовые до оттенки какие есть кстати у меня было все супы еще розовый цвет такой ручной работы я акварель заказываю он тоже подойдет вот такой вот цвет для пионов наших кстати бы для цветов удобно его часто использую вот получается верхняя часть она такая будет посветлее да а боковая как бы в тени немножко так тут еще как бы лепестки у нас отделю вот будет иначе лепесток такой там здесь идет лепесток здесь немножечко потемнее будет я сразу фактурку такую немножечко наметила и вот лепесток форму пока оставлю так единственное тут можно почетче тоже вот форму лепестка сделать и сверху там такая твердая достаточно гладкая форма у меня на пушится сейчас попробую тоже такой более ровный вид привести такой шарик пока его оставим сохнуть и я пока порисую следующий шарик тоже можно тонировать сразу вот каким-нибудь цветом водичку да я добавляю сразу розоватую и сюда тоже веду пигмент потемнее вот можно принципе так оставить а вот и в эти пионы я сейчас боюсь лезть по той причине что все сейчас потечет поэтому посушу феном да и буду собственно дальше рисовать писать все и посушила феном да и теперь следующие бутончики тоже возьму водичку и вот они такие достаточно круглая такой шарик до делаем акварельный и сюда с краев тоже побольше пигмента добавляю что они потемнее были вот такого плана 1 2 вот это можно разделить немного у нас будет еще слой поэтому это такие вот мужской заготовки когда их так можно назвать потом следующий бутон тоже акварельный шар получается 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 так пигмента больше пигмента. И вот сюда тоже по краям добавляю. И вот сюда тоже розового немножечко возьму. И в середине там тоже такое пятно. Салфетку лишу поближе. Есть как бы промакивать. Здесь высветлить хочется мне чуть-чуть. Вот и сзади там тоже такой будет фрагмент. Розовенький возьму. Четвоток ярко. Получилось. Ну в принципе похоже. Сейчас я хочу затемнить еще тут. Сейчас виолетового даже немножечко возьму. Так, где мы тут виолетовое. Вот здесь вот, да, какие-то края по мокрому. Потом здесь, да, тоже. Вот этот, он в тени, там дальний. Сразу можно пройтись. Вот этот вот лист. Он будет тоже в тени. Вот такой более плавный переход. И заодно вот по этому листочку я тоже прохожусь. Вот такой вот лепесток у меня. Вот там такая теневая штука. Вот пока оставляю в таком виде и сушу феном. А, единственное, я решила пока еще немножечко убрать каких-то бликов, да, потому что, ну, по мокрому где. Здесь, вот здесь, например, сухой кисточкой вот слегка протираю вот такие вот пятна. Вот эта вот плоскость, да, она освещена там. Вот, и теперь сушу. Так, я сейчас возьму зеленый цвет, такой, достаточно теплый. Можно самим смешать желтый, да, с синим. Сейчас я возьму уже готовый. Единственное, немножко затемню его таежный дым, потому что он слишком яркий. И вот добавлю, значит, листочки тут, чтобы они обволакивают, ну, по форме идут. Я тут немножко так делала, как планировала. Вот здесь, значит, листочек идет таким образом. А, так я зеленый цвет взяла. И, собственно, добавлю сюда таких листочков, да, зелени. Пока так, достаточно крупными пятнами. Здесь посветлее, да, где-то будут. Там на дальнем плане тоже. Такие светлые пятна. Светло-зеленые. Вот. И этим же цветом, да, мне нужно показать стебельки. Ну, просто направление. Я особо их не хотела прорисовывать, наверное. Ну, поскольку это букет, да, вот. Можно показать вот такую же палочку. Ну, много их не буду делать, как я уже сказала. У меня, в принципе, в планах такого не было. Теперь я сушу феном, да, и доделываю дальше. Так. Вот я заполнила, получается, немного там таким глубоким цветом. И теперь мне нужно, в принципе, добавить каких-то вот на веточку, да, тонких элементов. Аккуратно. Вот. Направляющую, да, и какие-то веточки тоненькие, да, на которых крепятся вот эти цветочки. Хотя бы слегка. Ну, мне хочется показать. Внутри можно тоже, конечно, разбить более детально вот это пятно. Так. Что я хотела? Попробовать. Вот это у меня была кисточка такая со скошенным краем, которая пишет красивые тонкие элементы. Вот она. То есть добавить всякие декоративные штуки вот такой кистью. То есть у меня острый кончик, да. Ой, сейчас надо побольше видеть на воды. Побольше еще надо сюда добавить пигмента. Сейчас. И воды. И аккуратненько, да, вот. Какую-то графику, да, тонкую. Я вот ей добавляю. Здесь. Ну, тут как бы тоже переборщить не надо особо. Вот. Здесь. Здесь. Максимально тонкие красивые элементы. Ну, так как как бы у меня самой не всегда получается. Потому что, во-первых, надо поворачивать лист. Я как бы записываю видео, да. Планшет держу в другой окне. Ну, мне как бы это не очень удобно. Поэтому я сразу говорю, что для этой кисти нужно такое вообще правильное направление. И, в принципе, вот таких вот всяких тонких веточек, да, сейчас я добавлю сюда. Я хотела карандашом еще попробовать простым добавить каких-нибудь элементов интересных. Иногда нужно достаточно лихо нажимать на кисть, а не бояться, чтобы получились интересные вот такие вот какие-то штуки, моменты. В принципе, я сейчас хочу пройтись еще вот этой же кисточкой. Ну, какие-то вот, ой, блин, блеск бы в краску. Мокрые пятна, да, вот, по каким-то вот таким вот местам где-то просто вот акценты расставить. Ну, просто я смотрю, что вроде как чего-то вот не хватает, да, визуально. Можно этого не делать. Вот. И, значит, сушу феном и немножечко все-таки добавлю графики простым карандашом. Спасибо. 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 Спасибо.